Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ежегодно с 1994 года, 26 июля, в нашей Республике отмечается День Конституции Дагестана. Этот праздник посвящен принятию важнейшего документа региона. В его разработке участвовали члены правительства и Конституционного собрания Республики, а также рабочая группа ученых-правоведов и юристов. В Конституции подчеркивается равенство всех народов Республики. Она гарантирует сохранение их национально-культурной самобытности, традиций и языка. О том, что же рядовые жители Республики знают и знают ли вообще об этом празднике, наши корреспонденты решили выяснить на улицах Махачкалы в ходе небольшого блиц-опроса. Что за день сегодня вы знаете? День Конституции Республики Дагестан. А откуда вы узнали? Откуда узнали? Если честно, искали столовую, нашли в интернете. Вы знаете, какой сегодня день? Нет. Сегодня день Конституции Дагестана. А вообще что вы знаете? Вы запоминали эту дату или как-то вообще? Или с мимолетом это проходит? Не знаю, честно говоря. Короче, вам день Конституции не особо и важен, да? Нет, не важно. Вы знаете, какой сегодня день? Да, конечно, день Конституции Республики Дагестан. А у вас это вот откуда, это со школы заложилось или как школа? Вы знаете, да, со школьных лет я знала, когда в республике отмечается эта дата. Как вы считаете, это действительно такая серьезная дата? Ну, для меня лично, да, потому что я считаю себя патриотом своей республики, своей малой родины. Ильяс, ты знаешь, что сегодня день? Сегодня нет. Сегодня день Конституции. День Конституции Дагестана. А вот многие люди забывают. Вообще не ощущают. С чем ты связываешься, что это не такой серьезный праздник для всех? Мне кажется, да. Я так думаю, да. Вообще не ощущается. Если бы ощущалось, то бы заранее хоть знали бы. День Конституции Республики Дагестан. Мы собираем спилс-карту Республики Дагестан, где каждый район по отдельности. И когда в конце собираем, целая карта образуется Дагестана. И кто собирает, им раздаем символики Республики Дагестан. Вот такие моменты. А вообще вот люди подходят. Многие знают, что сегодня по ним подходят? Да, когда поздравляем, они отзываются. Хорошо взаимно поздравляют нас тоже. Люди знают, что сегодня... А как ты считаешь, что для Республики действительно серьезный праздник? Я думаю, каждый житель Республики должен знать главный закон Республики. Это Конституция, на основе которой и суверенитет, и все, обо всем, о котором говорится. К другим темам. В Тляратинском районе сотрудники МЧС провели целую спасательную операцию. В селении Цумилух ночью в горах Чабан в результате падения получил травму и самостоятельно не мог передвигаться. Для эвакуации пострадавшего был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Пострадавший был оперативно транспортирован в аэропорт Махачкалы, откуда на скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение. В микрорайоне «Ипподром» города Махачкалы активно готовятся к открытию новой школы. На данный момент к образовательному объекту строится подъездная дорога и ливневая канализация. Накануне мэр столицы проверил ход ремонтных работ и проучил строителям ускорить их темп. Сейчас рабочие трудятся в дневную и ночную смены, чтобы незамедлительно приступить к асфальтированию подъездной дороги. Еще одним пунктом посещения городоначальника Махачкалы стал парк «Акгель». Здесь Юсуп Умавов ознакомился с ходом работ по реконструкции памятника русской учительницы. Демонтаж старой облицовки завершен и начата установка новой. Отметим, что соответствующее поручение было дано главой Дагестана в мае текущего года. Хафиз Курана, приехавший в Дагестан из Сирийской Арабской Республики, защитил докторскую диссертацию. Этому радостному событию было посвящено торжественное мероприятие, которое прошло в Махачкале. Инициатором его проведения выступил лично муфти республики шейх Ахмат Афанди. Подробнее об этом в сюжете наших корреспондентов. Муганнад задавался вопросом. Буквально я почувствовал боль в своем сердце от мысли, для чего же я изучил Коран, если откажусь обучать ему других. Эта мысль сподвигла его на то, что он переезжает в Дагестан и преподает в сегменте нашего исламского образования довольно-таки успешно. Муганнад Джамаля Сака родом из Сирии. 13 лет назад он приехал в Дагестан по приглашению муфти республики с целью преподавания Корана и других наук по исламу. С того времени он вел активную религиозную деятельность и как преподаватель, и как руководитель учебного процесса. В начале, когда наш кудеев сказал, пойди к нему, у него хив сильный, у него шару сильный, познай что-нибудь, я начал расспрашивать у наших имамов, какой он этот Муганнад. Многие сказали, извини, конечно, многие сказали, очень тяжелый человек. Оказывается, он тяжелый, чем тем людям, которые не хотят учиться. Потом я узнал. Работая в Дагестане, Муганнад Ас-Сака не перестал обучаться и повышать свой уровень образования. В 2019 году он защитил магистрскую диссертацию в Малайзийском госуниверситете, а в этом году – докторскую. Его научную деятельность очень высоко оценил муфти Дагестана Шейх Ахмад Афанди. По инициативе духовного лидера в Махачкале состоялось торжественное чествование сирийского ученого, на котором собрались более 200 алимов и религиозных деятелей республики. Я алиму от души люблю. А чтобы алиму любить их, чтобы восхитать, что нужно? Нужно мута алиму любить. Я мута алиму, в Аллахе я вам говорю, я люблю. Я перед собой поставил задачу, цель, пока в Дагестане 100 докторов наук, шариатских наук не будет, я буду до конца их поддерживать, а когда 100 докторов в Дагестане будут, я не говорю, тогда закрой, просто я отойду. Еще по поводу Маханнада тоже хочется сказать, с первого дня мы вместе, он, я думаю, хотя так живет далеко, он не чувствовал, что у него нет друзей, он в Дагестане нашел братьев, он заслуживает такого уважения. И тем более, есть такое изречение, «Ла я алифу даражата ахлиль фавли, илля ахлиль фавли». Когда алими говорят про алима, это знает, эта оценка будет точная. То, что в алиме сегодня оценили Маханнада и работу, и его в целом характер, это очень важно. Я этому радуюсь, благодарю Аллаха. И еще одно тоже скажу про Маханнада. Когда он пришел в Дагестан, ну, видимо, там же интересовался алифатом, изучал, и он вступил в алифат. У Саида Хандиев, взял, он соблюдает. Я не это хотел сказать, я другое хотел. И с тех пор, он общается многими людьми, общается с нашими, так сказать, сторонниками и не сторонниками, доброжелателями и недоброжелателями. Но он не стесняется говорить, что он в мире. Вот это я хочу сказать. Бывают алими, которые, как когда-то один человек менял свою шапку, красные идут, красный одел, белые идут, белый, какой-то другой одел. И перед всеми группировками, которые существуют в мире, он хочет быть ихним человеком. В конечном итоге, какой результат бывает, ты знаешь, мурат, он ничей был. Он же одну позицию не занял. И поэтому, ну, в отличие этих, Муханнада, есть позиция, есть цель, есть здесь лон, который ему не дает расставляться. За это, в ОКР, мы благодарим Всевышнего, в ОКР гордимся из-за Муханнады. Муханнад Джамаля Сакка готовился к защите докторской диссертации около трех лет. В своем научном труде он затронул ряд актуальных тем. Посмотрев ту тему, которую он затронул, а это именно взаимоотношения между людьми, исправление общества через научные труды и методы таких ученых, как имам Аль-Газали и Ибн Абидин, видно было, что он поднимает именно то, что связано с нашей сегодняшней современностью. К примеру, он поднимает вопросы взаимоотношения мусульман с немусульманами, вне зависимости, в каком регионе они живут. Он поднимает вопросы своевременного воспитания правильных взглядов и убеждений в детях и в молодежи, чтобы они могли быть убереженными от попадания в радикальные группировки. Также он поднимает вопрос о пагубности ложных убеждений и призывов ИГИЛ, запрещенной пиратической организацией Российской Федерации, и то, что они совершали в частности в Сирии и в других мусульманских странах. На примере вот той смуты, которую они делали, он приводит как бы сравнительный анализ, что такое чистый ислам и что он чужд от вот такого псевдопризыва использования, скажем, исламских, богословских, высоких лозунгов в реализации своих ложных целей. В завершении торжественного вечера Муханнад Ас-Сапка выразил слова благодарности всем алимам в республике и личному в Тюдагестан шейху Ахмаду Афанди за теплые слова и организацию столь прекрасного мероприятия. Пусть Всевышний Аллах озарит лицо каждого присутствующего, сделает благочестивым ваши сердца, чтобы Всевышний Аллах возвысил каждого из вас. Язык не находит слов, чтобы выразить всех тех чувств радости и благодарности. В ходе подготовки к защите докторской я очень переживал, но те переживания я забыл, когда сегодня здесь все собрались на это мероприятие. Здесь я больше волнуюсь и больше переживаю. Позвольте мне в первую очередь наилучшими словами признательности поблагодарить муфтия нашей республики Ахмада Афанди, который проявил инициативу в организации сегодняшнего мероприятия, в которой позволил мне разделить свою радость со всеми присутствующими здесь. И в завершении выпуска немного о спорте. Поединок боксера Альберта Батыргазиева возглавит турнир в Ханты-Мансийске. 28 июля олимпийскому чемпиону Токио будет противостоять доминиканец Франсис Фромета. Шоу организовано при поддержке Федерации бокса России. Для дагестанского спортсмена этот поединок станет девятым в карьере, пока он идет без поражений. Батыргазиев занимает седьмое место в рейтинге WBA в легком весе и в случае победы выйдет на позицию обязательного претендента на титул. Свой предыдущий поединок спортсмен провел в феврале этого года, где победил техническим нокаутом в девятом раунде Хесреля Коралеса. На этом выпуск завершен. В студии работала Лориана Шамхалаева. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова